Добрый вечер! Вы смотрите «Без посредников» на телеканале ТНТ «Онега». Меня по-прежнему зовут Денис Базанков, ну а в нашей студии бессменный эксперт, депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, интрига этой недели, можно сказать, состоялась. Сессия Петрозаводского городского совета, сколько было прогнозов на нее дано, что-то оправдалось, что-то нет. Ну давайте начнем с самой главной новости. Ширшиной поставили НЕОД на депутатский корпус. Собственно, ничего в этом нового нет. Это еще за месяц-за два было понятно, что будет НЕОД. Но дальше что будет? Ну давайте по порядку. С НЕОДа. То есть, в принципе, то, что это ожидаемо, вы, наверное, со мной согласитесь. Конечно, это обсуждалось, и эти решения практически на комиссиях были депутатами вынесены. Но и результат длительного противостояния и агрессивной политики по отношению к городсовету и вообще интриганства, это Галина Игоревна. Ну, политический ход можно это назвать, правильно? Чистая политика. Можно даже, наверное, кому-то победу причислить, такую очередную в череде сражений. Но давайте дальше посмотрим. До 16-го числа, сентября, я имею в виду, Галине Игоревне дали время исправить ошибки, насколько я понимаю. Ну, допустим, исправит или, допустим, не исправит. Что дальше? Ну, дальше в любом случае, возможность ситуации развиваться по такому сценарию, что к 16-му числу, во-первых, выступил Горсвет законательной инициативой в ЗАЭС, ЗАГС Собрания нашей Республики, чтобы прямые выборы отменить. А был у нас сети-менеджер на конкурсной основе. Если законодательное собрание в двух чтениях поддержит, то следующее действие – это изменение устава. Ну, публичное слушание по процедуре с выдержкой всех сроков. И тогда мы забудем прямые выборы мэра столицы Карелии. В принципе, теоретически, если мэра не станет, тогда мы можем назначить сети-менеджера. Так получается? Да, да. Давайте тогда все варианты рассмотрим, какие могут быть. Нам что сейчас? Не хотелось бы, наверное. Не хотелось бы нам, наверное, выборов в Петрозаводский городской совет. Логично? Я считаю, что это, во-первых, затратно. Во-вторых, опять народ будоражит этими технологиями. Ну, выбирались же с Галиной Игоревной уже, но насмотрелись, что в любом случае простая процедура назначения сети-менеджера. И работа в тандеме с правительством. Это как бы правильно. Если мы уйдем в волокиту, эти выборы, опять, значит, ну, сложная система, трата денег, грязь. Ну, и тогда, и тогда, и тогда, господи, опять людей будут введут. Вам не кажется, у нас, если Галина Игоревна уходит в отставку, и выборы должны быть? Да, это тоже вариант возможный. Вариант такой политический. Конечно, конечно. Потому что мы это уже проходили в 2007 году, когда мы с Ляковом ушли. Надо перевешивать, хватит ли сил ей удержаться после сентября, а если не хватит, то, конечно, на ее месте надо действовать так, что давайте выборы тогда. Ну, создать сложности. Ведь не она переоткрыватель, ведь, да, при Маслякове был, он досрочно ушел, а зам был тогда, Булдаков, исполнял обязанности. Также у нее будет зам, там, я не знаю, сегодня так, завтра в суде, значит, решится вопрос. А, ну, зам зам, да, не будем загадывать. Ну, тоже к сентябрю в любом случае уже и Сухоруковой не будет, ну, кто-то другой, значит, будет. Ну, давайте прямо скажем, вот смотрите, 3 месяца сейчас дали срок на исправление, скажем так, ошибок. Если фактически посмотреть, а что за 3 месяца можно сделать? Да ничего, по большому счету. Тем более летний. Летний период мертвый, да. Ну, это ведь тоже такое, ну, дали на исправление ошибок, а это же мы смотрели отчет 14-го года. 14-го, по 15-му тут претензий еще больше, наверное. Да, по 15-му будет другая ситуация, поэтому я думаю, что это формально. То есть, в принципе, 3 месяца проходит и по основаниям, по какая там у нас устав 34-я, да, 34-я, неисполнение обязанностей в течение 3-х месяцев, и, в принципе, до свидания, может так быть. Схема, конечно, да, с одной стороны простая, с другой стороны могут, наверное, какие-то сложности быть. По крайней мере, сегодня Ширшина заявила о том, что она будет судиться. Ну, в общем, просто так она не уйдет. Вполне возможно, она сделает, опять же, всем выход из запечки, а давайте выбору устроим. Ну, я думаю, что она со своими там советчиками выстраивает какие-то планы движения. Это вот опять говорит о том, что и вот отчет этот, и взаимодействие с ГУП-Мост, и все это интриги, это, значит, короткострочное политиканство, удержаться, не удержаться. Она сегодня не занимается, вот я говорю, то, что нужно программой развития города, выполнение всех обязательств, и спокойное плановое движение вперед. А вот именно удержаться в войне, избиратели уже там на последнем плане, фактически только свои интересы. Сегодня вспоминали, одна из причин неуда, это дороги, нету инвестиционной программы, как таковой, что-то там звучало, а где там какие-то проекты или попытки. Ну, давайте вот по очереди. Сегодня, опять же, вышла новость о том, что администрация собирается расторгнуть договор с ГУП-Мост. Вот смотрите, ГУП-Мост это 15-й год, а работа в 14-м году по уборке и снега, и дорог очистки... Кто-то у нас там выполнял, я не помню даже. Да, вот видите, мы даже не знаем, не соответствовало, потому что они пытались воткнуть свою фирму, и аукцион на проведение очистки от снега дорог и проезжей части был проведен в декабре. Вот эта работа 14-го года, до чего она была хорошо проведена? Что мы приплыли не летом, это сделали и подготовились, и технику, и предприятие, а в декабре. Так вот, работа 14-го года, она и есть неудовлетворительная. Вариант какой может быть развитие? Вот сейчас будут пытаться расторгнуть контракт с ГУП-Мост. Ну, они могут расторгнуть, у них тоже есть... Да, может быть, вариант опять обсуждается, как бы, а может быть, муниципальное предприятие нужно свое какое-то? Ну, на любой момент, конечно, нужна программа. Если говорить о уборке, то, конечно, вот моя позиция, это должна быть четкая программа не одного года, это должно быть муниципальное предприятие, которое сможет приобрести или в лизинг, или за счет дотации бюджета. Ну, неважно, в какой форме приобрести. Ну, финансово надо обосновать. Современную технику не надо, вот, ведь даже ГУП-Мост, выигравшая конкурс, на самом деле не обладает техникой для уборки дорог. Одна ситуация чистить трассы, да, когда надо только подмести и вытолкать снег грейдерам туда, за обочину. В городе это не уборка, в городе надо вывозить снег. И также и пыль, там подмели, улетела. Здесь парапылесосик надо. Да, здесь нужно собрать пылесосом, влажную уборку, совсем другие, значит, инструменты используются. Узкоколейные проезды, которые дворовые, там, тротуары. Поэтому, вот, если, конечно, к этому серьезно подходить и правильно, это должна быть, вот, я говорю, программа серьезная на несколько лет. Это новая техника, МУП, ну, для того, чтобы он был подконтрольный и отчитывался городу. И, вот, как по многим другим направлениям, как и по троллейбусному управлению, должна быть программа прописана, какой будет, какие будут троллейбусы, как они будут обслуживаться, где они будут находиться, как они будут электронно контролироваться. Ну, все, мы уже ушли из 19-го лета. Дмитрий Дович, такое ощущение, что вот у нас есть дорога, на ней грабли вот так везде выложены. Мы же, по-моему, уже проходили все эти МУПы, так же с троллейбусом. Да нет, я не согласен, проходили. Вы же, тем более, столько лет в политике. Так это... Вы знаете все это хозяйство городское. Я не в экономике, в Горсовете я, конечно, представлял интересы, но каждый хозяйственный субъект видел свою перспективу. Вот, Игорь Игоревич, не уверен, что будет завтра, там, она борется за это яблоко, каким-то противостоянием, но вот этой системы нету. Нету, значит, развития. И вот, так же я, например, считаю, что развитие туризма, первое, с чего в Петрозаводске надо начать, это со строительства яхт-клуба. Опять же, это должен, я считаю, должен быть МУП, которому выделить земельный участок на берегу, который согласует проект серьёзный на 100 яхт, чтобы, значит, и с заправкой там было. Ну, понятно, да. Современный, берём самое современное в Европе, в любом маленьком городе, в Лаперанте у соседей, Йоэнсу, Саванлина, везде есть порты и центр для маломерных судов. Тогда и туризм этот возникнет, нормальный приезжающий сюда, на всех будет проспектах Петрозаводск, можно прийти, значит, водным путём. Какие же посещения Петрозаводска, где причали, где остаются, у нас это такое всё древнее, допотопное, и мы чего-то там говорим. И вот по каждому вопросу, по троллейбусному, должна быть программа чёткая и по уборке, современная только всё, не надо ничего отсталого. Мы же прошли, торговали мы в ларьках и на рынках, но ушли от этого, пришли в гипермаркеты, да, видим, что всё равно современно, с тележкой люди покупают, кассе, значит, не стоят руками, трогают продукты. А когда-то это было в диковину самообслуживание. Так же и здесь. Вот я сейчас говорю, многие говорят, там надо, и придём мы к этому, но только будем так долго идти из этих всяких интриг, невзаимодействия города и республики, и рассказывать всем про наш туризм, которого нету, в помине ничего нету. Сейчас то, что произошло, возвращаясь к сессии Петрозаводского городского, это политика у нас чистой воды произошла, правильно? Идёт зачистка территории для того, чтобы в дальнейшем построить новую систему вертикали власти, которая будет консолидированно отвечать, начиная от губернатора, мэра и горсовета, за единую программу. И нельзя будет сказать, что этот не сделал, а этот плохой. Все тогда плохие и вместе работают. А сегодня два полюса, которые другого толкают. Галина Игоревна занята проведением каких-то митингов в отставку губернатора, администрация мечтает. Здесь дожимает её. А все вот эти программы, они невозможны при стабильной работе на несколько лет. У меня, знаете, честное слово, за последние годы, даже десятилетия, наверное, складывается впечатление, что это место руководителя города, оно какое-то заколдованное. Вот кто бы у нас не был, да, ну, Катанандова я не беру, у нас постоянно какие-то конфликты возникают. Вот вы не исключаете, что даже сити-менеджером... А Катанандов всё не конфликт, что ли? Ну, тоже конфликты были. Он же со Степаном оттуда и стартовал на губернатор. Слушайте, вам не кажется, вот сити-менеджером даже сделаем, будет вот борьба какая-то? Нет, а сити-менеджер он назначен. Понятно, его и снять легче. Конечно. Там уже квалификационные требования к нему. Да, 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 и освободили быстро. Не создать плацдарм для борьбы с губернатором, сити-менеджером, не будет он иметь такую возможность. А будет чёткая вертикальность. Сейчас заходят на должность мэра, снять вы меня не можете, я тут сам себе хозяин, всё хочу, врачу, значит, и основа моей работы – это пиар-ходы и выстраивание отношений на следующие выборы, а не в интересах хозяйственных. Какие-то популистские шаги, меры, которые, да, надо где-то потерпеть будет тяжело и потом будет качественно, да. А мы тут закидываем популистские решения, нам непонятно что там. Вот я говорю даже с троллейбусным управлением, о, мы крутые, тут 10 рублей возим. А ведь нет, решение, всё развалилось, всё развалилось. И уронили цену, да, на маршрутке, да, проблема для населения дороже платить. Но в Рухляде-то ездить мы всю жизнь, тогда и в ларьках надо торговать. Водкой же было время, 90-х годов, торговали в каждом ларьке водкой. Что, давайте не смотреть палёное и шуровать, ну отходим же от этого, и здесь отойдём. Да, и водка сегодня не 10 рублей стоит, а уже 200. Надо двигаться, идти и где-то через болевые усилия. Хорошая мысль. В общем-то время наше подошло к концу, я надеюсь, телезрители сделают свои выводы. У каждого, как обычно, есть своё решение проблемы, да, но будем надеяться, что наше будет совпадать с большинством населения. Я напоминаю, вы смотрели без посредников на телеканале ТНТ «Онега». Увидимся ровно через неделю. У нас в гостях был Дмитрий Эдуардович Макеев, депутат Петрозаводского городского совета. Всё доброго. До свидания.